В одном небольшом городе на севере России в конце 90-х произошел трагический случай, поразивший и ужаснувший всех без исключения его обитателей. Кажется, даже в областных газетах есть заметки о произошедшем. Началось псопутничное. Место действия обычный спальный район города, двор типовых девятиэтажек. Здесь играется и общаются детвора из окрестных домов. Обычные мальчики играют в футбол, прятки, салки, вечерами рассказывают друг другу страшные истории и даже пытаются вызвать всяких пиковых дам. Да, они еще не интересуются девочками, поэтому их любимое занятие – задирать глухоневого мальчика, назовем его Максимом, живущего в одном с ними доме. Максим живет с бабушкой, в школу не ходит, зато он часто выходит во двор, становясь центром внимания ребятни. Мальчишек забавляет, что их ровесник не понимает ни слова и только что-то воодушевленно мучит по собачьи и преданно смотрит им в глаза. И хвостиком следует за ними. Дети еще слишком малы, чтобы испытывать жалость инвалиду, а общаться на равных не получается. Так что Максим резонно становится объектом травли. Немому ребенку незнакома гордость, он счастлив уже тому, что ему уделяют внимание, вовлекают в свои дела. У него отнимают игрушки, у него швыряют мяч, каштаны, иногда камни тразнят, кривляют. Ребенок просто хлопает в ладоши, смеется. Родители мальчишек на работе, бабушка прикрикивает на детей. Ну и только. Так что Максим постепенно становится для них безответной игрушкой, с которой можно делать что угодно. И так никому ни о чем не расскажет. Так продолжалось долго, пока однажды трое ребят и Максим не пропали. Весь двор стоял на голове, прочесывали окрестности, милиция с собаками рыскала по подвалам, по пустырям и в конце концов. На следующий день пропавших удалось отыскать на территории заброшенного завода по производству пороха, полутора километрах от дома. Член милицейской поисковой группы, пожелавший остаться неизвестным, поделился подробностями находки. Когда мы приблизились к территории, собака вышла на след. Она привела нас в цеховое помещение, где были обнаружены дети. То, что от них осталось. В нос сразу ударил запах крови. Кучи фонарика выхватили залпы, которым были разбросаны фрагменты тела. Троих мальчиков кто-то разорвал на части голыми руками. Кровь была везде, просто везде. В целом остался только глухонемой ребенок. Без всаденных, без штанов. Мы нашли его в углу цеха. Он сидел на корточках лицом к стене. И ел. Он и ел их все это время, понимаете? Дальнейшая экспертиза показала, что Максим подвергался развратным действиям со стороны одного из ребят. И, видимо, этот шок побудил ребенка расправиться с обидчиками. Вот только для того, чтобы совершить подобное, нужно обладать просто нечеловеческой силой. Я до сих пор не могу забыть, как он повернул ко мне голову, перемазанную кровью, посмотрел на меня, улыбнулся. Продолжение следует...